давайте начнем сделаем такой теперь вещь я напомню да в прошлый раз мы разобрали такую вещь как кривизна кривизна их определили всех кривых у всех имеется ввиду всех гладких да я имею ввиду в произвольном рн а для кривых плоских плоская кривая мы ее определили так что она уже дана в 2 вот мы определили кривизну со знаком значит тут и тут кривизна конечно эта функция вот и вы на семинаре узнаете что она в кривых в разных точках будет разная вот но для плоских кривых мы определили я еще и со знаком вот и также для плоских кривых уже только для плоских вот был один вот это два для плоских мы обнаружили что есть такая удобная вещь как репер фрине коль скоро он репер репер в r2 коль скоро он специальный а не обо что обратить внимание что этот репер фрине он состоял из двух векторов эти вектора всегда были ортогональны друг другу вектор в ортогональны вектору n вот и при этом еще они оба были единичной длины вот но в чем я грешен и чего не сказал в прошлый раз вся история про репер фрине если у вас кривизна не тождественная ноль вот это вот иначе его здесь не получится вот это пожалуйста обратить внимание совершенно верно вот в окрестности до в окрестности той точки где кривизна не ну конечно можно можно и если вы возьму рассмотрите прямые то есть прямая прямая как множество точек сдаваемых гамма т равняются п плюс в в плохо у ут до будет какой-то вектор по эта точка в р.н. даже в р.н. у это произвольный вектор в р.н. тогда автоматически вы увидите что ну кривизна 0 да потому что вектор скорости вектор скорости данной кривой который есть да тело шум чтобы не путаться д гамма по dt это вектор у он постоянный до соответственно параметр натуральный или нет как фишка ляжет до зависит от того длина вектора у единичной или нет если бы длина была бедничная то был бы утра но в любом случае что правда что d2 по dt квадрат это уже 0 до вектору вот здесь написано что он постоянно поэтому кривизна 0 на самом деле понятно и в обратной стороны что если кривизна 0 0 прям как функция то ваша кривая это прямая линия вот то есть ускорение равняется нулю это равномерное движение с постоянно ну вот да но теперь френа при этом действительно зависит от точки вот то есть он все время так меняется вот и мы обнаружили что для репера френа выполняются такие очень важные свойства которые нам понравилось записать в виде матрицы вот это собственно говоря определение все я перестану палки это определение того что такое кривизна для плоской кривой а правда еще вот чего это мы в прошлый раз доказали теперь мы этим воспользуемся теорема вот такая что пусть гамма-1 из-за 0 l 0 l vr 2 и гамма-2 из 0 l vr 2 две гладкие кривые причем я ведь и дал их уже в параметризации я буду считать что это параметризации гладкий ге по-славянски гладкие натурально параметризованные креме натурально параметризованные кривые причем не абы какие а такие что капа ну вот один это капа 1 это кривизна 1 кривой совпадает с капа 2 кривизной 2 то есть кривизна совпадает как функции или кривизна совпадает каждой точке тогда гамма-1 нет ни гамма-1 вот я нашу прям прям гамма-1 как образ образ кривой я напишу не про параметризацию а прям как про множество точек гамма-1 получается из гамма-2 с двигом плюс поворотом кого чего r2 то есть две кривые гамма-1 и гамма-2 я написал нарисовал конечно а нет что нормально не ненормально есть две кривые вот и утверждается если кривизна у них везде совпадают то можно ну в другую перевести ну вот с этой точке зрения чем полезна кривизна кривизна полезна тем что вот она вам в каком-то смысле фиксирует геометрию кривой вот ну и в обратную сторону наверно тоже очевидно я думаю сейчас теорему докажем станет очевидно что обратную сторону тоже правда 0 или какой-то даже не так важно из какого интервала да но у нас по определению мы кривой определяли как образ гладкой функции из интервала в рн вот это все так про плоские кривые кстати будет очень полезным действительно полезное упражнение полезное прям очень полезное упражнение контрпример в r3 вот правда полезное вот вы спросили очень хорошо спросили ну например да да так давайте доказывать ну а как доказывать доказывать будем так ну для начала будем считать что пусть 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 гамма-1 от нуля равняется гамма-2 от нуля тогда вот у нас две кривые выходит из одной из одной точки мы можем рассмотреть два касательных вектора это во-первых а во-вторых для 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 вообще все все от вис а ну смысле предела слева Ой, справа. И потом вы еще взяли предел касательно. Ну да. Ну потому что гладкое это выражение. Ну, например. Ну хорошо. Если угодно. Если угодно, давайте сделаем вот так вот. Если угодно, давайте сделаем вот так вот. Это действительно не принципиально по той простой причине, что все это, все, что мы здесь делаем, это локально. Ну вот. Ну вот. И пусть V1 и T1 это реперы Френе. Как мы уже сказали, реперы Френе имеют смысл, когда кривизна не ноль. Но если кривизна слева и справа ноль, то тогда это просто две прямые и никакого вопроса нет. Да? Вот. Поэтому пусть V1 это 1, это репер Френе, и V2 это 2, это репер Френе. Вот. Вот у вас точка ноль. Вот. Ну тогда... Не в обоих точках ноль, там же разные кривизны. Надо взять такие точки, чтобы у них... Не, вот я вот сказал вот так вот. Значит, я... Разные кривизны в этой точке. А это совпадение точек. Это пока еще... Все. Ну, кривизны вообще-то тоже не будут разные, да? Ну вот, есть два репера Френе. Да? Что, простите? Это репера в точке ноль? Да, вот здесь я нарисовал в точке ноль. То есть вот это V1 в S равняется нулю. А вот это вот получается ортогонально, не очень хорошо. А это V2 в S равное нулю. Ну, то есть я хочу для начала считать, что при S равном нулю они у меня пересекаются. Ну вот. Так. Вот. Ну и тогда мы рассмотрим омега, который из GL2R. Ну это матрица, которая просто V1 переведет в V2. Такая что омега от V1 равняется V2. А, извините, в точке ноль. Ну вот. Обратите внимание, что эта матрица, она на самом деле не из GL, а из O2. Что, простите? Это еще... Нет, ну почему? Матрица это не определяет, нам подходит произвольная, любая такая. Заметим важную вещь, что омега принадлежит O2, но так как V1 по модулю равняется V2, по модулю равно одному. Ну, подождите, здесь нет разговора о байсных векторах. Здесь все, что требуется, чтобы вектор V1 перешел в вектор V2. Хорошо, можно такую выбрать. Да, можно такую выбрать. Просто вообще можно выбрать матрицу поворота. Это вообще в R2, просто можно выбрать матрицу поворота, можно даже из O2 выбрать. Ну вот, ну тогда рассмотрим следующую вещь. Тогда рассмотрим теперь омега V1, как теперь вектор, зависящий от точки. И омега V2, как, ой, извините, это 1, это будет, это 3. Как теперь вот это вектора, вот они теперь зависят от S, от параметров. Обратите внимание, что мы теперь знаем по поводу омега это 1. Мы знаем, что омега это 1, в точке S равняется 0. Это в точности N2. СО, да. Да, давайте. Да. Правильно. Правильно. А? Почему ты я? Это означает, что базисы V1N1 и V2N2, они одинаковые витили. Это наносимый, как мы написали. Нет, почему вот это верно? А, сейчас, подождите, вот S равна 0. Да, там просто стоит 2. Если вы V1 переводите в V2, ну вот Vар, это на этот объект, то вам нужно, что N1 переходит именно до N2, а на что положено. Поэтому, что переводится с СО. Но тогда нужно, спрашивая на СО, тогда нужно что, доказать, что V1N1 и V2N2, они одинаковые витилизации. Да, а это гарантированно тем, что совпадают кривизны. Ну да, потому что плоские кривые, ну конечно, со знаком, да. Не, все, плоские кривые, речь идет, конечно, о кривизне со знаком. Однозначно. Ну вот. Ну все. То есть у нас есть две важные вещи. Первое, что омега V1 в точке С равняется 0 переводит V2 в точке С равняется 0. И переводит это 1 в точке С равняется 0 в это 2 в точке С равняется 0. Ну вот. Ну а теперь посмотрим, что можно сказать про вот эти вот, про вот эту пару. То есть докажем, докажем, что V2 это 3 на самом деле совпадает с с кем? А, вот. Ну вот. То есть докажем, что на самом деле, что вот это равенство, оно имеет место не только в одной точке, а вообще везде. Ну то есть, что эквивалентно тому, что омега от V1 равняется V2 везде и омега от N1 равняется N2 везде. То и другое. Ну как это проверить? Проверьте вот так. Давайте мы посмотрим, что такое ДПДС от омега V1. Что есть ДПДС от V3. омега омега не зависит от S, поэтому это омега, примененная к ДВ1 ПДС. А ДВ1 ПДС это омега, примененная к капа от N1. То есть, это капа умножить на омега N1. Ну, совершенно так же ДПДС от омега N1 это омега ДН1 ПДС это равняется минус капа да, капа 1. спасибо большое. Ну, то есть, отсюда вывод такой пара омега V1 запятая омега N1 на котором мы будем смотреть как на пару векторов удовлетворяет уравнением Фрине пары V2 N2 вот эту продифференцировали ну вот это место по правилу не знаю кого Лебница просто правило дифференцирования в R2 и то, что омега не зависит от S омега это постоянная матрица здесь вот мы применили формулу Фрине для V1 а здесь вынесли за скобку числовую функцию ну вот и важно действительно то, что вот здесь был какой-то вектор и вот справа оказался тот же самый вектор ну вот то же самое произошло здесь только мы здесь применили другую часть формулы Фрине вон вторую вот а он те два равенства 1 и 2 ну вот мы доказали мы доказали что вот эти пары векторов которые мы построили V2 N3 они удовлетворяют уравнением Фрине для пары V2 N2 вот а еще они совпадают с они совпадают с V2 и N2 при значении параметра S равняется 0 ну чего потому что что значит для пары для пары это значит что кривизна будет такая же да если первую подифференцировать по S получишь капу умножить на вторую а если вторую по S получишь минус капа на первую это уравнение да но почему для той пары ну смотрите вопрос для какой пары это вопрос с какой кривизной в формулах Фрине вон там что зависит от пары это кривизна давайте я тогда вот здесь вместо капа 1 напишу капа 2 смотрите уравнение Фрине уравнение Фрине для пары V2 N2 звучат вот так вот D V2 по Ds равняется капа 2 N2 и D N2 по Ds равняется минус капа 2 V2 да вот здесь вот я могу применить то что капа 1 равняется капа 2 и поэтому я получаю что действительно и вот здесь тоже и поэтому я получаю что вот эта пара удовлетворяет действительно уравнением Фрине для V2 N2 это раз а номер 2 очень важно это начальные условия точке S равняется нулю эти вектора прямо совпадают с теми же самыми векторами вот отсюда следует что они совпадают вообще везде решение дифференциального уравнения да то есть у вас есть начальные условия начальные условия совпадают и удовлетворяются те же самые уравнения ну вот ну трюк в том да что нашли матрицу в точке 0 да завели матрицу в точке 0 а после этого доказали что после этого если менять точку удовлетворяются те же самые уравнения вот хорошо значит здесь обратите внимание мы взяли вот такое начальное условие если этого начального условия не выполняется ну сделайте сдвиг вот здесь и сказано что сдвигом и поворотом сначала сдвиг потом поворот хорошо ну вот ладно все это обратите внимание действительно важно что речь идет о плоских кривых вот так ну все с кривыми наверное мы на этом вообще закончили а нет чуть-чуть скажу как только как только в ваша кривая уже не является плоских плоской например в r3 в r3 тоже есть примерно то же самое в r3 тоже вы можете построить вектор v который будет d гамма по ds вы можете построить вектор это который будет d2 гамма по ds квадрате по деленной на длину и можно завести еще вектор еще один который будет векторное произведение этих трех и вообще говоря тоже будут формулы вроде формул фрине но теперь они будут сложнее и они будут выглядеть уже вот так кроме кривизны у вас появится еще одно я что-то забыл что кричина вот которое будет называться кручением слева ну это значит что вы дифференцируете первый вектор второй и третий вот это запись слева означает вот это dv pds запятая d это pds db pds ну вот вообще говоря формула фрине называется вот это равенство ну вот и тут еще появляется еще одна величина которая называется кручение не то чтобы это все сильно отличалось но в общем обсуждать это не будем но знаете вот это капа это хи или что-нибудь такое я не знаю правильно говоришь а внизу то же самое то тоже оно только минус ну вот ну и обобщение на rn состоит в том что у вас этих кривизм теперь будет очень много будут еще вот блоки как-то строится ну вот чисто векторным произведением конечно нет в общем там там тоже строится я даже скажу честно ни разу не смотрел вот это капа или кто ну да то тогда я не знаю кто по-моему вот это капает ну я не знаю это разные кривизна и кручение ну вот ладно все с кривыми на этом все значит смотрите наша цель заниматься гладким многообразием поскольку сразу размахивает как-то немножко сложно мы разобрались с кривыми следующее что идет по уровню абстракции это все то что можно задать хорошо и красиво просто уравнениями вот вот этим сейчас и займемся мы сейчас определим такую вещь как гладкие подмногообразия в рн это в каком-то смысле костыли и мы потом будем доказывать что гладкие подмногообразия в рн тоже являются просто гладкими многообразиями вот но пока что пусть будет так 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 для начала для начала вспомним такое простое определение что дефиоморфизм это такое гладкое отображение f из области у в область в и то и другое в каком-то рн вот такое что f биективно и f минус первое тоже гладко вот это очень полезная вещь в частности вы знаете что если f просто гладко это у вас есть дифференциал который позволяет вектора касательно вектора изу отправлять касательно вектора из в вот я говорю что вы знаете что такое касательно вектора в рн хорошо вектора изу вектора из в вот а если f минус первое тоже во-первых определено во-вторых гладко она позволяет действовать в обратную сторону вектора из в отправлять вектора изу вот что очень ценно ну так вот и концептуальное определение кого чего гладкого подмногообразия гладкое подмногообразие m мерное m мерное vrn m и n разные вещи это множество точек m в этом самом rn такое что для любой точки p из m существует открытое открытое u опять в этом большом rn в котором мы живем вот вот и дефиоморфизм не сейчас и извините и омега vrm открытое а также значит для любой точки существует открытое u существует открытое омега vrm и существует фи в которой есть дефиоморфизм из u пересеченного с m в омега нет ну не знаю может вы в анализе я сомневаюсь в том что вы так делали ну вот ну то есть смотреть на это как-то надо вот так то есть вот здесь множество точек m здесь нарисовано большое rn которым это множество точек задано и вот какую бы точку p здесь не взять у него есть что-то открытое у него есть вот такое открытое u которое снабжено еще отображением фи в какое-то открытое омега вот а омега уже vrm обратите внимание вот эту вот буковка m мы ее назвали размерностью нашего гладкого подмогообразия это единственное место в котором оно возникло больше нигде в определении этой буковки m нет вот а я написал дефиоморфизм такое дефиоморфизм между областью rm и rm иначе у вас m это свойство многообразия и вы дефиоморфизм в rm строите может быть существует дефиоморфизм в разной rm тогда непонятно размеры да это все правда но во первых это не мешает дать такое определение но это все правда действительно если у вас есть дефиоморфизм то u и v должны быть открытыми в r одинаковой размерности ну что вообще говоря очевидно вот из этого свойства u это окрестность а сейчас да извините я действительно вы сказали вы сказали правду вот здесь надо приписать еще вот так да это правда да спасибо так сейчас я доотвечу до сюда если у вас f гладко то ранг дифференциала максимальный если f-1 гладко то ранг дифференциала f-1 максимальный вот поэтому дифференциал должен быть в матрице n на n давайте припишу u и v оба из одного и того же r что-то это проекция больше чем мем из рам а зачем произведение ну ладно а там самопересечение невозможно получается кого с чем да она не гладкая да конечно совершенно верно совершенно не обязательно гладкая более того из предыдущего того что мы говорили про кривые примерно которые стоило обратить внимание заключается вот такой вот это можно завести в r3 вот такую вот винтовую кривую в r3 которая будет проектироваться в r2 той самой полукубической параболой которую мы изучали на первой лекции действительно у гладкого многообразия может быть негладкая проекция очень действительно полезный пример так так в общем вот такое определение гладкого под многообразия понятно что одно и то же многообразие можно по-разному сдавать в разных пространствах ну к этому сейчас еще придем значит смотрите тогда вот это фи будем называть координатным координатная карта но если говорить честно фи он не идет один да то есть поэтому это набор фи у и омега это координатная карта кого кого чего точке и вот тот факт что фи обратимо говорит о том что вы можете с помощью вот этого омега который обратите внимание находится в рм можете ваши точки п на многообразие параметризовать тогда это вот первая вещь а вторая вещь фи в минус первая это называется параметризация параметризация кого чего ну карты наверное ну пример простой быстрый будет вот такой мы рассмотрим одномерную окружность которая будет задаваться просто таким вот уравнением в р2 это гладкая одинмерная под многообразие в чем в р2 совершенно верно ну вот для того чтобы убедиться в том что оно действительно гладкое под многообразие вот мы вот так нарисуем вот ну и скажем что если рассмотреть функцию f вот такую вот то вся наша окружность это множество нулей этой функции да окружность это f минус первая от нуля ну вот ну и тогда грех не воспользоваться теоремой неявной функции а именно ладно теоремой неявной функции мы сейчас вспомним давайте попробуем просто пока что ввести какие-нибудь какую-нибудь структуру гладкого многообразия на вот этой самой окружности и что ну в смысле синус 2x косинус 2x через там 2x выражаются поэтому там кусок можно сделать так так можно действительно сделать кусок и потом ну потом как бы склеить да действительно ну что предлагается предлагается первое что предлагается действительно запараметризовать углом вот но это не то как я хотел ну хорошо можно сделать вот так вот действительно рассмотреть вот здесь вот какой-нибудь угол фи вот и тогда можно определить множество w1 множество w1 это будет множество от минус пи до пи в котором будет обращаться наш угол фи вот и тогда для всякой точки x и y с координатами косинус фи синус фи но только такое что косинус фи строго больше нуля ну а синус фи либо другой вот можно ей поставить угол угол фи да вот так мы его будем мерить от минус пи до пи от минус пи по полам до пи по полам ой да правда да спасибо от минус пи по полам до пи по полам да вот это такая идейная вещь она сразу возникает но обратите внимание это не та область которая требуется в определении гладкого подмогообразия какая область будет соответствовать этому отображению в гладком подмогообразии область у ну может словами скажете ну короче я думаю вы имели ввиду что это точки x y в р2 такие что x больше либо равен нуля да строго больше нуля вот что написано собственно говоря вот здесь вот а это надо было не вот это написать а омега ну вот в частности вот такая пара тогда пара а это будет это будет ой как плохо там тоже фи да там это совершенно это правильно это правда сейчас я здесь углу другой напишу действительно способов задать структуру гладкого многообразия может быть много это чистейшая правда вот тогда у1 запятая омега 1 фи 1 это карта но карту только для всех таких вот точек координатная карта только для всех таких точек вот в чем тогда большая логика того определения которое мы заводим она стоит вот в чем что вот тогда где-то здесь вот есть множество значений вот этого фи 1 вот оно здесь написано интервал от минус до пи и вот теперь вот этот интервал он параметризует все те точки которые попадают вот на вот эту часть окружности как мы говорили в прошлый раз в основном то что мы будем изучать будет локально вот и для локального изучения вот такого представления как правило бывает достаточно ну вот ладно давайте я напомню теорема неявной функции потому что теорема неявной функции дает очень много примеров гладких подмогообразий ну вот ну пусть открыто сейчас я тут хочу сразу завести удобное обозначение которым потом буду пользоваться да vrn o открыто vrn v открыто открытый и определена функция f из u v vr m такая что а есть какая-то точка p с координатами x0 наверное y0 ага я буду все время считать что координаты в x у меня будут координаты x будут в u а координаты y у меня будут v вот ну такие что f от p равняется 0 вот и определитель матрицы df под dy в точке p не равен 0 вот ну это это матрица да матрица m на m f это на самом деле не одна функция а m функции вот ну тогда существует такое w в u на v и существует открытое u0 в u такие что для точек x y принадлежащих w равенство f от x y равняется 0 выполнено тогда и только тогда а да сейчас я забыл дописать во первых а еще существует функция f из 0 в рам того же класса гладкости что и f вот тогда и только тогда когда y равняется f от x обязательно нет смотрите теорема неявленной функции можно формулировать большим количеством способов действительно можно формулировать так что слева у вас нигде не будет никакого прямо м тогда просто надо говорить не так что определитель не 0 а ранг максимальный а мы не отображаем в р2 он в том примере который написан выше f большое из р2 в р вот и действительно вот в этом примере выше что хорошо и полезно давайте на примере окружности это разберем потому что это такая большая зачем свете открыто u открыто v открыто w открыто u 0 открыто ну кто же работает с гладкими функциями на компакте ну f большое гладкости ck тогда f маленькая тоже гладкости ck вот да у нас курс называется гладкий многообразие поэтому практически про все что мы будем говорить считается c бесконечность но собственно говоря это просто не хочется повторять все время гладкая это значит считаем c бесконечность при всем при этом действительно можно везде говорить ck гладкая и просто за собой кругом таскать эти слова ck гладкая ck гладкая ck гладкая потому что ну k как минимум единица да ну вот да вот в этом случае смотрите что такое f например df под y это 2y вот и отсюда следует что но вот это не 0 для y не равно нулю то есть в частности по теореме о неявной функции вне y равняется нулю имеется координатная карта вот теорема о неявной функции прямо вот это гарантирует что вне x равняется вне y равняется нулю у вас есть координатная карта вот ну ну что же тогда если y не равняется нулю то тогда вот эти функции f они строятся очень просто это y равняется плюс-минус корень из единицы минус x квадрат вот что дает вам две области и нижняя дуги окружности то есть вот здесь у нас отсекается y равняется нулю вот есть верхняя дуга w плюс есть нижняя дуга w минус ну вот вам теорема неявной функции дает сразу координатную карту то есть вот здесь написано самая функция f от x вот это все замечательно но как вы заметите эти координатные карты не обслуживают двух точек да двух таких экваториальных точек но вот в этом месте мы сделали определенный выбор а для того чтобы построить с помощью теоремы неявной функции структуру всего глоткового многообразия варен а надо заметить что собственно говоря мы могли бы вот на эту функцию f смотреть вот можно смотреть вот так вот здесь x здесь y в общем а можно их менять местами то есть сделать определенный выбор какую из координат мы сейчас выражаем то есть частности можно заметить что df под x равняется 2x и оно не равняется нулю для x не равных нулю в частности по теореме о неявном отображении о неявной функции у нас есть еще две области v плюс и v минус которые будут левые и правые дуги ну хотя наверное я здесь вот это вот это вот v плюс а вот это вот v минус на которых теперь можно выразить x x равняется плюс минус корень из единицы минус y квадрат таким образом набор из четырех карт w плюс w минус с функциями y плюс или минус корень v плюс v минус с функциями x плюс или минус корень они сдают структуру гладкого подмогообразия на всей окружности ну вот ключевая вещь которую мы при этом воспользовались заключается в том что градиент f не равен нулю ну нулевому вектору для f минус первое от нуля то есть ключевая вещь была вот эта вот то что в одном случае мы можем взять частную производную по y и где-то она не зануляется а в другом случае мы можем взять частную производную по x и где-то она зануляется там где не подходит частная производная по y подходит частная производная по x там где не подходит частная производная по x берем по y либо одно либо другое выражаем вот это ключевой не знаю ключевое наблюдение которым мы будем пользоваться для построения гладких подмогообразий в рн А вот весь этот набор. Фи, У и омега. В нашем примере. Да, в нашем примере. Фи это смотрите. Дайте прям напишем. В нашем примере, ну что же, это означает, нам надо взять W+, который, ну собственно говоря, как и здесь, представляет из себя x, y в R2, где сейчас W+, это вон там наверху, где y строго больше нуля. Да, y строго больше нуля. И из этого W мы определяем фи. Ну давайте, ну что просто фи. Ну хорошо, фи один плюс. Фи один плюс, который теперь должен быть из W+, в какую-то омегу. Вот. Какая это будет омега, мы сейчас придумаем, потому что пока непонятно. Надо область значения посмотреть. И фи один от x, y, тогда это будет вот такая вещь. Это будет x, а y выражаем по той формуле. Ну вот. Тогда. Не, сейчас, подождите, я что же сказал, какую-то. Да, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Да, действительно. Сейчас, а одномерная, да, это будет та самая функция f маленькая. Вот. А, да, чистейшая правда. Чистейшая правда. Это x, да, совершенно верно. А омега плюс тогда, сейчас, проще сделать, проще сказать вот так вот. Проще сказать вот так вот. Омега плюс действительно это будет интервал x принадлежащий от минус единицы до единицы. Вот. А фи один плюс минус первый. А, все, я понял, да. Фи один плюс минус первый, он будет действовать на x из вот отсюда. По правилу x как есть, а здесь плюс корень из единицы минус x квадрат. Вот в чистом виде, вот такая фи один, конечно, не является никаким дефиоморфизмом, а в чистом виде не должна, потому что она из одномерного в двумерное, а в чистом виде не должна, потому что дефиоморфизмом она должна быть на пересечении. Ну а тогда, обратите внимание, тогда фи один x минус первое, фи один это плюс, минус первое, пересеченное с, там надо написать m, m в нашем случае s1. Это в точности верхний отдугал окружности. Правда? То есть вот это вот отображение, оно действует так. Мы взяли вот здесь вот окружность. Вот здесь вот находится наша омега плюс. И это омега плюс занимается тем, что она вот эту точку поднимает вот сюда вот наверх. Здесь была точка с координатой вот этой самой x, и она подняла ее наверх в точку с координатой x корень, извините, минус x квадрат. Вот. И вот это отображение обслуживает вот верхнюю дугу окружности, вот, не включая концевые точки. Концевые точки действительно нельзя включать, потому что тогда пропадет гладкость. Вот. А есть тогда еще и вторая часть. Это w, это x, y в r2, такие, что y меньше нуля. Для нее тогда мы определяем такой же, вот такой же омега минус, и φ1 минус, это будет из w, ой, извините, не плюс, а минус. Это будет из w минус в омега минус, который тоже минус 1, 1. Но только теперь отображение здесь будет такое. Можно я вот так напишу? То есть из той же самой области, но точка x отправляется в точку x минус в корень. И вот эти проблемы с гладкостью корня, с извлечением корня, со знаком плюс, знаком минус, они решаются тем, что выбираются областью. Хорошо? В общем, это ключевой пример. А для горизонтальных как раз еще другая пара, которые мы там сбоку рисовали, вот эти вот две. То есть это вот будет для вот этой вот дуги. И вот здесь будет соответствующий омега. Здесь мы их рисуем для красоты, вот прямо нарисовали на координатных осях. Но они на самом деле абстрактные, они просто лежат где-то. Конечно, полезно уметь нарисовать, так проще представлять, но они лежат где-то. Обратите внимание, действительно было замечено, что вот эта вот структура, набор координатных карт, ну, их может быть много разных. То есть понятно, например, что координатная карта для окружности можно было бы подобрать вот так вот. Можно было бы выкинуть одну точку и взять вот такую вот большую часть окружности, окружность без одной точки, вот, и для нее какую-нибудь координатную карту. Давайте проще сделать вот так вот. Вот мы вот эту точку выкинем. И возьмем отображение, которое будет угол фи, предлежащий от нуля до двух пи, вот здесь вот, отображать в точке с координатами косинус фи, синус фи. Вот это опять мы построили не в чистом виде, вот это вот, не в чистом виде, это отображение фи, а отображение фи в минус первое. И это будет параметризация практически всей окружности, кроме одной только точки. Соответственно, для того, чтобы обслужить еще одну точку, вам нужно будет завести еще одну маленькую карту. В общем, двумя картами окружность задается. Ну вот. Да, окружность задается двумя точками. Помните, мы в прошлом семестре так радостно искали рациональные параметризации. Коник, еще чего-то. Рациональная параметризация, это когда у вас можно все ваше множество задать одной картой. Мы находили рациональную параметризацию, то есть тогда в качестве карты служило бы все по один, и вот эта рациональная параметризация была бы как раз вот этой вот, ну вот, параметризацией, вот этой фи минус первой. Тем, что вот здесь вот мы обозвали словом от фи минус первой. Так, ладно. Все, полезно. Значит, чем мы здесь важным пользовались? Мы здесь важным пользовались то, что градиент функции не замануляется нигде на множество точек F. Вот. И предложение, предложение простое, но важное. Пусть F из R, N плюс M в R, M, как просили, чтобы не было в чистом виде слева никакого M. Вот. Ну, гладкое. И такое, что определитель. D, F, D, Y. Но я все-таки буду дальше считать, да, что точки отсюда, они с координатами X, Y. X, Y не равен нулю, ни для какой, в точке P. P, что F от P равняется нулю. Ну, тогда множество M, определяемое как X, Y в R, N плюс M, что F от X, Y равняется нулю, это гладкое подмогообразие в R, N плюс M. Размерности. Размерности M. Правда, что доказывать нечего? То есть доказательство следует по теореме неявной функции. Ну вот. Вот это место, конечно, как было замечено раньше. Вот это место красивее было бы заменить вот таким утверждением, что ранг дифференциала F, что A равен M. Равен M. То есть максимален для любой точки P. точки P из R, N плюс M такой, что F от P равняется нулю. Здесь это очень важно. Мы потребуем там, где сама функция F зануляется. Ну вот. Что ранг дифференциала максимальный. Вот в этом примере. В этом примере это становится эквивалентно тому, что градиент не является нулевым вектором нигде. Ну вот. И это, собственно говоря, начало такой науки, как теория особенностей. Потому что особенности возникают как раз тогда, когда градиент 0. Как что? Ну смотрите, у каждой точки, вот смотрим сюда, каждая точка вам гарантирует, что в ее окрестности вы можете ввести в чистом виде координатную карту. То есть то, что вам дает теорема неявной функции, это именно координатная карта. Да, вот, пример. Ну, с окружностью легко, потому что ее можно увидеть, посмотреть и сразу про нее все понять. То есть для окружности, по большому счету, пользоваться теоремой неявной функции, ну не надо, потому что это из пушки по воробьям. Проще было на самую окружность посмотреть и вся сразу структура глоткового многообразия на нее сразу и ввести. Вот. А есть такие менее осязаемые примеры, которые, например, следующие. теорема ОН, группа ортогональных преобразований, это гладкая Н умножить на Н плюс 1 пополам мерная под многообразие в РН квадрате. Наверное, прежде чем начать доказывать, надо объяснить, как мы на нее смотрим. Для этого мы будем делать вот как. Во-первых, как мы уже говорили, мы всегда считаем, что в РН у нас уже зафиксирован ортонормальный базис. Вот. И есть скалярное произведение. Поэтому на группу ортогональных преобразований можно смотреть просто как на матричную группу. Группу матриц. То есть А принадлежит ОН. Это значит, что А это вот матрица, у которой здесь есть какие-то компоненты АНН. Все, вопрос там выбора базиса здесь не ставится. Он уже есть зафиксированный, хороший. Во-первых, вот так вот. А во-вторых, мы знаем, что А умножить на А транспонированное равняется единичной матрице. Вот. И, собственно говоря, здесь можно писать тогда и только тогда. Что за РН квадрат? Тогда РН квадрат это будет это евклидовое вещественное пространство с координатами с координатами А1-1, А1-2, А1-N, А2-1, ну и так далее, АНН. То есть мы прям смотрим на евклидовое пространство с координатами А и Т-ЖТ. А и Т-ЖТ координаты. Тогда вот это равенство надо переписать в координатах. Как переписать этот ад в координатах? Ну, надо перемножить, да, действительно, это будет А и Т-ЖТ умножить на кто что. Давайте, нет, давайте здесь будет по Р суммирование. Р будет бегать от единицы до Н. Вот. На кого надо умножить? Ну, 2 балла. Транспонировать надо. Если бы было Р-ЖТ, то было бы без транспонирования. Вот. А вот это действительно, вот это вот написано, это ИТ-ЖТ компонента матрицы, она транспонированная. Ну и должно быть, верно, чему? Ну да. Мы, кажется, это уже использовали, да? Единицы, если и равняется же, и ноль иначе. Ну вот. Да, действительно. И коль скоро мы сказали, что А и Т-ЖТ это координаты, да, то тогда матрица А равняется единичной, тогда я только тогда, когда что? Какие координаты вот в этом Р-Н-квадрате соответствуют единичной матрице? А, где они равны И. Ага. А и И равняются единице, А А и И равняются нулю, если И не равняется Ж. Да, совершенно верно. Я вот тоже сейчас до этого догадался. Ну. Ну и начнем по порядку. Начнем по порядку. Это докажем теорема в два шага. И первый шаг будет стоять в том, что мы введем, или найдем, введем координатную карту в окрестности А равняется единичной матрице. Ну а для этого заведем координаты. Я их тут хоть и не вспомню. да, внизу матрице, вот ВОН. Ну вот помните, мы в теореме, мы будем пользоваться теоремой анеявной функции. И в теореме анеявной функции мы выделили координаты Х и У. В общем, у меня набор координат У, это будут А и Т, Ж, где И меньше ЛВ равно Ж, таких Н умножить на Н плюс 1 пополам. Вот. А координаты Х у меня будут тоже А и Т, Ж, но такие, что ну наоборот, не выполнено. Когда И строго больше Ж. Вот. Таких, соответственно, ну Н квадрат минус вот это, это Н на Н минус 1 пополам. Вот. Мы заведем теперь отображение. Отображение Ф из РН квадрата в Р, ну как вот, как по координатам У. Н на Н плюс 1 пополам. Вот. Ну вот. Ой, тьфу ты. Тьфу ты. Не буду говорить. Короче, я тут сделал ошибку одну. А вы сейчас должны будете понять, где. Если я не вспомню, пожалуйста, мне напомнить. Да. В общем, зайдем в функцию Ф. Ну что такое? Где-то здесь. Где-то здесь. Но я уже понял, что у меня не складывается. Не нашел где. Ладно. Вот заведем функцию Ф. Ну то есть и воспользуемся теоремой нему отображения. Ну какая функция Ф, наверное, понятно. Вот там вот мы написали самое главное соотношение, которое определяет принадлежность какого-то набора А, ИТ, житая, к ортогональной группе. Я буду писать их в И и Ж. Причем И и Ж у меня получается должны быть вот такие, как вот здесь. А нет, как вот здесь. То есть И меньше либо равно Ж. Я определяю Ф и Т и Ж, которая будет как раз стрелять вон туда. Вот. И определяю я ее вот так вот. это как сумма А и Т и РТ умножить на АЖТ и РТ минус Дельта и Ж. Сумма по Р и ИЖ фиксированы слева. Вот такая вот штука. Чтобы воспользоваться теоремой неявной функции, нам надо рассмотреть определитель. Теперь смотрите, определитель кого? Надо рассмотреть, что такое определитель А и Т и ЖТ по ДА КТ и ЛТ. Ну причем когда что? Когда И меньше либо равно Ж и К меньше либо равно Л. Вот. Да еще и рассмотреть этот определитель в точке А равняется Е. Продифференцировать многочлены. Можно? Что получится, если продифференцировать? Посмотрите, давайте я просто сейчас уже напишу, потому что я боюсь, что это иначе не получится. Ну как? Ну понятно, что это 0. Смотрите, а можно нападать вопрос? Ну? Ну если записать разумение касательного пространства ну в точке нет, то там просто А плюс АТ равно 0, и поэтому я записать на 1, это n плюс 1 на баланс. То есть какое-то такое конструкционное насуждение. n на n плюс 1 на баланс? Ну если просто записать равнение этой матрицы, которая будет касательной точки матрицы. Так. То есть будет то, что А плюс А трансференцировать? Да, я в этом месте с вами согласился, но я не очень понял. И что из этого следует? Ну, тогда получается, что размер касательного пространства для n плюс 1 в баланс. Можно еще раз? Медленнее. n сколько? n на n минус 1 в баланс. Неправильно. Видимо, на n минус 1 в баланс. Да, видимо, на n минус 1 в баланс. Потому что то, что вы сказали, называется кососимметричная матрица. У кососимметричных матриц как она называется? Диагональ пустует. Поэтому действительно ошибка, которую я сделал, заключается вот в чем. Если отображение вот такое, и мы из него собираемся строить кого-чего-то, если мы из него собираемся строить структуру многообразия, то размерность будет n квадрат минус вот это. Поэтому пробрался я вот здесь вот. n минус 1. Какое? Прокасательное пространство? Касательное пространство есть у гладкого многообразия. Надо бы сначала доказать, что гладкое многообразие есть. Во-первых. А во-вторых, то, что вы говорите, у него есть следующий минус. Это импликация. В какую сторону идет импликация? Вот. То есть из одного из первого следует, что там кососимметричные матрицы, а вот то, что все кососимметричные матрицы образуют касательное пространство, это поддоказать надо. Причем только в единице. Да. Ну ладно. В общем, вот эта вот вещь, которая получается просто прямым дифференцированием, обратите внимание, что теперь она вас интересует только когда i меньше либо равно j, а k меньше либо равно l. Поэтому получается, что вот эта матрица диагональная с 1 и 2 на диагонали. Это вот это 2 и кажется вот это 1. Вот. Ну вот. Но следовательно не вырождено. следовательно, не вырождено, но следовательно применима теорема о неявной функции. То есть по теореме неявной функции у вас есть координатная карта для окрестности матрицы E. Сейчас как-то ее надо назвать. То есть координатная карта это будет какая-то координатная карта U, которая будет под множеством в R-н-квадрате и будет отображение φ из этого в какое-то омега, которое будет открыто в R-н-н-квадрате. Вот. Ну вот. А вот у меня 2 минуты осталось, и я за них успею доказать теорему до конца. Вторая часть заключается вот в чем. А что если не в окрестности А в ОН, а в окрестности B принадлежащей ОН, но без E. То есть фиксируем какую-нибудь произвольную другую матрицу из ОН, но не единичную. Вот. Как для нее завести тоже координатную карту? Вот. На самом деле очень просто. Надо построить отображение фи из R-н-квадрата в R-н-квадрат, которое будет устроено очень просто. Оно будет брать матрицу А и отображать в А, умноженное на B-1. В курсе геометрии в прошлом семестре, в позапрошлом. Вот. Кто-то задавал такие сдачки. Обратите внимание, определили на всем n-квадрате. R-н-квадрат здоровенный. Не все, что принадлежит R-н-квадрату, принадлежит O. Но вот что важно, что если А принадлежит O-N, то тогда Пси от А тоже принадлежит O-N. Вот так. Вот. То есть множество ортогональных матриц такое отображение сохраняет. Вот. Записать в координатах фи, я думаю, все смогут. Это несложно. Это опять упражнение на умножение матриц. Мы умеем умножать. Настроение такое. Не важно. Кстати, да. А, кстати, да. Действительно, не важно. Это очень хорошее замечание. Не важно, но и хорошо, что не важно. это, смотрите, мы сейчас с помощью этого Пси построим координатную карту. Дело в том, что Пси, оно прям задается матрицей, но его дифференциал это очень простая вещь. Прямо он в тех компонентах его дифференциал будет вот такой вот матрицей. ну поэтому не ноль. То есть ну вот. А прям вот эти а и т житая вот прям вот написанный вот такой вот байс. Ну вот. Отсюда следует, что если теперь вы возьмете вот такую композицию Фи после Пси. Вот это вот Фи, но после Пси. Это будет координатная карта для окрестности матрицы B. А вот как было замечено, умножили справа, а не слева. Да, могли бы умножить слева. Могли бы умножить слева, получилась бы другая координатная карта. Координатных карт может быть много. Мы это с вами уже на примере окружности замечали. Проверили? Ну гладкость, ранг максимальный. А у вас здесь вообще, смотрите, когда обычно, обычно, когда проверяется гладкость, проверяется гладкость в каждой точке, да? А здесь нет никакой каждой точки. Здесь вся матрица, ой, все вот это ображение, оно линейное. Вот это ображение, на полном серьезе, оно линейное. Ну вот. Ну вот, все, это завершает гладкость. Вопросы? Что должно быть? Да, уравнение n на m плюс 1 полом. Следовательно, уравнение вам вырезают, размерность, поэтому размерность в своем многообразии как раз должны быть все параметры, которые есть, минус числово уравнение. Я поправил, как раз минус. Вот здесь вот? Нет. Ну потому что матрица должна быть, как она называется, матрица должна быть квадратная. Это f для теоремы неявной функции. А карта строится не прямо по этому f. Это f большое, это не карта, это теорема неявной функции. А вот карту нам даст уже сама теорема неявной функции. А там будет как раз все наоборот, да. Да, это очень хорошее замечание. Вот f большое, это еще не карта. Карта, вон там появилась. Она как-то появилась. Вот. Группа O3 двумерна. двумерна. Ладно. В общем, сегодня будет еще вторая лекция. 108-й аудитории. Уже здесь? Можем, да. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...